Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, а также пройдемся по Солана. Фондовый рынок закрыт, потому что выходные, но поздравляю с Тесла, там еще плюс 3% роста. Мы заработали на Тесла уже 87%. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И кстати, ребята, обычно, когда я говорю... И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Там дальше такая заставка идет. Так вот, напишите в комментариях, ставите мне эту заставку или нет. Может быть, лучше без нее. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла плюс 3%. Мета минус 2,7%. Интел тоже плюс 3%. МСРТ минус 1%. Ну, в общем, на рынке большого движения нет. Давайте на биткоин смотреть. 57 770 долларов. Начинаем с недельки, конечно, как обычно. Стохастик в перепроданности. И последний раз на таких значениях мы его видели. Опять же, в... Когда? В декабре 22-го года. Биткоин находится в первом импульсе. Вот я уже что-то проставил по волнам. И думаю, что эти волны уже начались. А предыдущие волны лета уже закончились. Опять же, стахастик в перепроданности. Это хорошо. Криптогору бот держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Пока что не перевернулся в продажу этот индикатор. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. Этого бота тоже можно получить на моих курсах. Дальше. На дневной теперь опускаемся. Дневной таймфрейм. Здесь мы видим восходящий клин, из которого биткоин вышел вниз. Но на самом деле потом вернулся. Это показывает, что ослабевает уже давление продавцов. Никто не хочет продавать биткоин по 54. Типа слишком дешево. И люди готовы уже покупать. Растут торговые объемы. Это тоже хорошо. Теперь четырехчасовой таймфрейм. Здесь мы видим, опять же, восходящий клин. Вот, я думаю, как-то так он должен выглядеть. Но это на самом деле не очень сильный паттерн в данном случае. Вроде как здесь двойное дно рисуется. И биткоин пытается пройти выше. Может, конечно, зайти и на ретест этого дна. На выходных. Но я, честно говоря, так не думаю. Потому что последний раз мы касались этого уровня 4 июля. Когда германское правительство начало сливать биткоины. На 3 миллиарда долларов они продавали. А теперь уже, наконец-то, продали свои битки. На 3 миллиарда, прикиньте. И цена в итоге опустилась на 53 тысячи. Поэтому там я бы поставил цену входа. 53,326. Стоп-лосс на 52,589. Риск получается 737 долларов. Заработать можно... Тейк-профит, кстати, на 88. Да, риска 737. Заработать можно 36 тысяч 500 долларов. Это в расчете на один биткоин без плеча. Где еще можно зарабатывать такие деньги? Риск всего 730 долларов. А заработать можно 36 тысяч. А с 10-м плечом можно заработать 360 тысяч долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Но есть еще более безопасный вариант. Это... А, вернее, извините. То был более безопасный вариант. А теперь более рискованный. Можно подорговать в этом восходящем клине. Обычно как это работает? Дыш-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И выходим вниз. Скорее всего, на недельную поддержку. От этого уровня можно и зайти. А тейк-профит тянем на... Месячное сопротивление. Это еще одна торговая идея. Таким образом... Тут я бы поплотнее поставил стоп-лосс. Цена входа 55783. Стоп-лосс 55549. Тейк-профит на 63 тысячи. Соотношение 3089. Риск 234 доллара. Заработать можно 7200. Это в расчете на один биткоин без плеча. С десятым плечом заработаете 72 тысячи долларов. Вот две такие торговые идеи. Опять же, одна более безопасный вариант. Еще раз объясню, как вообще все работает. Серая метка справа – это цена, по которой мы открываемся. Ставим лимитный ордер на эту цену. Красная – это стоп-лосс, где сделка закроется автоматически. Если цена пойдет против нас, и зеленая вверху – это тейк-профит. И то же самое по второй. Там, где мы заходим, это 55783. Вот такие две торговые идеи. И теперь давайте посмотрим на Солану. Потому что очень многие спрашивали, что там на Солане. Солана. QSDT. Торговая пара. Давайте, Bybit выберем. Спотовый рынок. Солана. Недельный таймфрейм. У меня была торговая идея. Но, похоже, Солана пока что туда не опустилась. В принципе, можно оставить. Заходим на 12129. Стоп-лосс на 118.53. Тейк-профит на 257 долларов. Но, похоже, что Солана готова выходить вверх из этого треугольника. Смотрите, вот он, нисходящий треугольник. Внутри давление-давление. И выходим вверх. Первая цель будет 229 долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на Солана. Ну и пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Один – это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. И также, да, 30 тысяч долларов бонуса на Bybit. Ссылка номер два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Пройдите также и другие курсы. Трейдинг на фондовой бирже, законы денег. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Не понимаю, почему глючит у меня что-то. Что-то не могу переключиться. Какая-то дичь. Подождите. Ну хорошо, тогда идемте дальше. На моем торговом балансе на Bybit – 528 тысяч долларов. Было 513. Восстанавливается баланс. 530, 528. Открытая сделка по биткоину на деривативах. Пока что в минусе на 6500. Размер этой позиции – 267 тысяч долларов. Уходил в минус на 24 тысячи. В какой-то момент пока что восстанавливаюсь. На споте я держу Покет на 1,8%. Ездите на 40%. Биткоин – 16. MCRT – 15. Юнисвап – 9. Доджкоин – 8. Вордкоин – 7%. И теперь давайте почитаем комментарии. Только что мне рассказали про… Да, ну это скам, подождите. Это удаляем. Привет, Джеймс. Нравятся твои видосы? Смотрю тебя с ноября 22-го года. Что ты думаешь про касс? Это я могу сделать позже, чтобы это видео не затягивать. В мире 197 стран, которые верят в биткоин. Это только начало. Сейчас самое лучшее время взять биткоин по дешевке. Согласен. Германия продала биткоина на 3 миллиарда. И рынок все это поглотил. Это показывает, что достаточно покупателей, которым нужен биткоин. Спасибо, Джеймс, за твои ежедневные видосы. Пожалуйста. Проверь Солану. Только что сделал. Мы воины, спартанцы, холдеры. Ну правильно. Когда дешево, лучше не продавать. У меня такая чуйка, что это может быть ловушка для лонгеров. И мы еще сможем зайти по 52.50. Да, на 52 очень сильная поддержка у биткоина. Джеймс, ты лучший трейдер в мире. Сделай теханализ о ВАКС. Сделаю в следующем видосе. Прекрасно. Отличная музыка. Кому-то все-таки нравится моя заставка. А вот я как раз и спрашивал в начале. Оставить мне эту заставку или лучше без нее? Так что пишите в комментариях. Смотрю каждое твое видео. Спасибо, Джеймс. И вам спасибо. На этом на сегодня все. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Если вы не доверяете, то смотрите, сколько мне комментариев. Купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже заработал денег и купил Харли Дэвидсон. Джеймс, ты настоящий гений. Твои курсы стоят гораздо больше, чем ты за них просишь. У меня было 2000, теперь 8. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов, потому что видосы Джеймса. Спасибо. Ну и так далее. На этом на сегодня все. Пишите в комментариях про заставку, нравится, не нравится. И пишите, какую монету мне проанализировать в следующем видосе. Всем хороших выходных. И увидимся с вами завтра.